Восточный 2 после успешного оснащения космодрома в Амурской области Сызранский завод Тяжмаш выиграл тендер на производство металлоконструкций для второй его очереди, предназначенной для пусков носителей тяжелого класса. А уже сегодня предприятие производит детали для реставрации атомного ракетного крейсера «Адмирал Лахиев». О ходе модернизации завода рассказывает губернатор. Теперь здесь современные станки с числовым программным управлением. А громоздкие изделия, которые раньше обтачивали месяцами, сейчас можно изготовить за 2-3 дня. Новый цех, где стоят немецкие станки, современнейшие японские станки, современнейшие сложные детали можно изготавливать, где в сотни раз увеличивается производительность труда. Еще один масштабный объект, в создании которого примет участие Тяжмаш, это Ямал-СПГ, крупнейший в топливно-энергетической отрасли завод по производству жиженного природного газа. По мнению главы региона, в ближайшие годы и на перспективу без заказов Тяжмаш точно не останется. Вполне уверенно будет чувствовать себя и Сызрань, город, промышленный потенциал которого выше, чем у иного небольшого региона. Важно создать комфортные условия для жизни, отремонтировать дома и дороги, навести порядок в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В этом году в Сызране было запланировано провести капитальный ремонт в 73 домах. В 25 домах работы завершены. Как работают подрядчики, главе региона показали на примере дома на улице Гоголя. В здании, построенном почти 60 лет назад, ремонтируют фасад, меняют окна, ранее переложили кровлю, а в будущем предстоит замена коммуникаций. Вот эта площадка спортивная, вся разбитая. Сделайте нам, пожалуйста, ну пожалуйста. В 2018 году 100% будет. Да, ну ладно, поверим. А может быть будет в этом году. На вопрос, каково участие простых сызранцев в городском хозяйстве, представитель управляющей компании ответил, что все решения согласуются с общественностью, а в будущем ее роль будет только возрастать. В Сызране планируется так же, как и в Самаре, сформировать общественные советы микрорайонов и наделить их такими же полномочиями. Они смогут контролировать не только состояние улиц и дворов, но и масштабные проекты, такие как строящийся физкультурно-спортивный комплекс. Он предназначен для тренировок и соревнований по игровым видам спорта, а также плаванию, спортивной гимнастике, боксу и борьбе. В нем будет два бассейна, универсальный зал, тренажерный комплекс и боксерский ринг. В этом году из областного бюджета выделено 150 миллионов рублей на завершение строительства. Общая смертная стоимость 250 миллионов. Сейчас идет монтаж перегородок, прокладка коммуникаций и отделочные работы. А вот на стадионе «Кристалл» проводится замена газона. Больше половины работ уже выполнены, искусственное поле будет самым современным. Все-таки это база для футбольного клуба «Сызрань-2003», выступающего в зоне «Урал-Приволжье» во втором дивизионе. В середине августа работы планируется завершить. По запаслу городских властей на территории комплекса также должна расположиться и академия тенниса. Но это пока только в проекте. Олег Зверев, Вадим Быстров. События.